Пирамидное сражение Пирамидное сражение Пирамидное сражение Поясняем правила Здесь демонстрируется то, что запрещено в этом виде борьбы Не разрешается хватать противника за одежду Такие виды атаки в Кау-Кушенке абсолютно запрещены. Запрещено также нападение на лежащего или пытающегося встать противника. И это, конечно, тоже запрещено. А теперь посмотрим, что допускается. Позже мы побольше расскажем об этом виде спорта. Прямой удар. Когда противник из-за такого удара отступает. А, полтрефа. Это полный удар. Это базарин. Это пол очка. Что, собственно, пол очка? Это сейчас видно. Что такое базарин? Это благодаря такому удару и виду атаки, после которого противник упав, стоит в течение пяти секунд. Тогда решает судья. А по правилам за базарин пол очка. А это уже очко. Один, два, три, четыре. После пяти секунд судья принимает очко. Пол очка. Пол очка и пол очка. А это тоже очко. Судья принимает решение. В конце отведенного времени судейство принимает решение, которое окончательно. Если результат ничьей не дается еще одна минута. Когда видно преимущество одного из спортсменов, поднимаем белый или красный флаг. Если опять спустя одну минуту ничья, дается одна минута, и победитель определяется по количеству расколотых деревянных плит. У кого больше, тот и победил. Как мы видим, правила довольно простые. Первый поединок между молодым голландцем Педером Смитом и Монгрид и Швейцария. Маленький Монгрид и Швейцария должны прилагать значительные усилия против Галанта. Оба атакуют рискованно и могут ранить друг друга. Сейчас удар провел Смит. Этот удар называется Итзакири. Настоящий удар коленом. Маленькая ошибка. Решение принимает судья. Судья Петер Фокс. Дело первое подопреждение Смиту. Итак, внимательнее, дорогой голландец. Дело первое подопреждение Смиту. Он рискует быть дисквалифицирован. Зал аплодирует Мадрид Ведерю как победителю. Теперь вторая встреча. Новая голландцем. Будем надеяться, борьба будет без ошибок. Нетерпением ждем начала поединка между многократным мастером Ника Гордо и Борошем из Будапешта. Гордо нападает. Держит Бороша на дистанции. Бороша на дистанции. Ника Гордо имеет обыкновение держать противника на расстоянии. И подлавливает того, когда он подойдет ближе. Здесь преимущество в том, что противник сбивается с ритма. Такое удержание тоже запрещено. Борьба продолжается. Зрители подбадливают. Судья консультирует своего ассистента. Бороша получает удар коленом. У Гордо предупреждение. Так, дальше продолжают. Опять запрещенный боковой удар у Ника Гордо. Борош получает, похоже, травму. Опять судья консультирует у ассистентов, не счисляет ли тот нарушение правил в данный момент. Гордо опять получает предупреждение. Ему надо быть очень-очень осторожным. Так, а следующее приближение будет отчаять конец боя и его поражение. Борош оказался на полу. Эти кадры говорят сами за себя. Гордо борется довольно жестко. Гордо носит Базаркири в голову. При повторе вы можете проследить технику Базаря. Это уже пол очка. Венгер держится крепко. Поединок продолжается. Опять нарушение правил. Судья все видел. Борош ударил Ника в лицо головой. Бордо на полу. У него идет кровь изо рта. Похоже он ищет свои зубы. Да, вот нашел. Ну, ему, наверное, они уже больше не понадобятся. Ну вот, боль прошла. Венгер здесь квалифицирован. Для Гордо таким образом все выяснено. Посмотрим отдельные моменты. Мы видим левый Малабазакири Гордона. А тем временем уже третий поединок. Симпатичный Мишель Ведель и швейцарец Фустер. Мишель Ведель известен своим низкими ударами. Это значит, что швейцарец должен быть очень внимательным. Низкие удары достаточно суровые. Наносятся продолжительное время по ногам противника. Они удобны при легком весе. Мускулы противника теряют постепенно силу. Мишель Ведель из голландинской школы. Я в него о нем слышал. Его противник из Цюриха. И отличается усердием в тренировках. Фустер защищается великолепно. Мишель Ведель атакует спокойно и продолжает наносить низкие удары. Взрывыivamente. Тихо третит. Достойные противники ведет атаки правой ногой. Пузовель активно стал работать правой ногой. Тут он сделал серьезную ошибку. Да, это серьезная ошибка. Открыл правую сторону. Ведель немедленно нанес свой коронный вазакири. Мишель получает очко. Пузовель оказывает первую помощь. Ведель получает поздравления от 4 тысяч зрителей. Четвертый поединок между Англичаном Перри и Цевином Холзе. Вот низкая правая атака и левая Мавазакири. Такое удержание запрещено. Первое предупреждение. Позжесткий прием. Удачная атака правой ногой. Сначала удар, потом Мавазакири. Цевином Холзе. Цевин снова ведет. Ведель, так и серьезный противник. Очередной Мавазакири Цевином Холзе. И мы не надо особых усилий. Цевин защищает недостаточно. Цевином Холзе не может стоять уверенно на ногах. Поединок окончен. Прежнем наш репортаж музыкальной паузой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вернемся к нашему чемпионату. Каукушин Карате. Левая А.Констанце. В этой весовой категории он выступает против Югослава Зяно Чица. Занчиц известен любителям карате своей жесткостью. Констанце своими быстрыми атаками. Занчиц занимает все в Югославии второе место. Его противник Эрик Констанца 19 лет и вес 67 килограмм. Занчиц получает предупреждение за задержку. Занчиц承 Против такой атаки трудно применить прием низкого удара. Вот изменение тактики. Еще одно предупреждение за задержку и за то, что тянул противника. Констанция старается вымотать противника. Вроде удалось. Занчист очевидно устал. Публике нравится поединок. Занчист позволяет Эрик Констанция нанести красивый удар. Все силы истякли. Оба приветливо обнимаются. И это находит у всех признание. Датчанин Флеминг-Энсен и Шаренберг из Кёльна. Собирают деревянные планки. Их поединок закончился в ничью. Вопрос решает количество разбитых деревянных плит. Шереминг красиво разбил. Теперь Энсен попытка нужна большего количества. Это разрешается правилами. Энсен превосходный каратист. Его кличка кокосовый орех. Флеминг-Энсен и Мак Остли. Макса еще не вырос до мастера. Пятикратный датский спортсмен уже признан в Европе. Пятикратный датский спортсмен уже признан в Европе. Низкие удары используют большинство участников как прием нападения. К сожалению, на соревнованиях не присутствует Мас Айами из Японии. Но организаторы здесь ни при чем. Сейчас он находится в больнице в Токио. Макса получает предупреждение за уход с матов. Все хотят, конечно, уяснить себе, какое место займет каратэ в спортивных соревнованиях. Надо вспомнить Мас Айама. Это что-то вроде обычных приемов бокса. Много изменений произведено прямо в каратэ, но серьезно ничего не случилось. После Второй мировой войны мастер Мас Айами и Джон Блюме много рассказывал мне об этом старом мастере. Джон Блюме стал экспертом этого вида спорта и много сделал для его популяризации. Борьба закончена. Лямя Энсен по праву победил. Твой рассказ я прерву музыкальной паузой. 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 Теперь уступление Хальбертса из левого против Веделя. Они оба высокорослые. Хальбертс весит 81 килограмм, ему 21 год, у него коричневый пояс. С Ведлем мы уже знакомы. С Ведлем бороться тяжело. Поединок довольно суров. Серия ударов, и вот Хальбертс уже упал. Бой выигран. Вот так быстро. Зал аплодирует. Поединок короткий, но впечатляющий. Следующий, восьмой поединок. Хохофейн против Будды. Будды мастер последних двух лет из Венгрии. Видно хорошую технику спортсменов. Обратите внимание на Будды. 23 года, 7,6 килограмм, чемпион Венгрии. У него коричневый пояс. Хохофейн пытается носить удары. Будды более осторожен. Будды более осторожен. Прекрасный, Муазакири. Будды продолжает нападение. В основном здесь прием Мавазакири и Итса-Закири. А теперь опять немного истории. Масаяма из школы Фесси вместе с Ямой Кьюзи заложил основу кайакушинь карате. Первая часть слова означает дом, храм. Вторая часть шинь душа, дух. Масаяма говорил, карате должно выходить из души, это не спорт, а образ жизни. Таким образом, это особый вид философии. Вернемся к поединку. Два спортсмены ведут бой в прежнем стиле. Они оба истинные сторонники кайушинь карате и поддерживают отношения со школой Масаяма, которая довольно распространена, кроме Японии. И Оьяма была anschließend drei Jahre lang sein Lehrer. Вернемся мы, но не забудьте, что Мэнер из Оьямас школы в Японии, например, как Лайбрежте, агенту, например, для премьер-министра. Ей даже занимается премьер-министр. Ну вот и ловушка. Поединок стоит больших усилий. Я вернусь еще на одну минуту в историю этого вида спорта. Ну вот удар колену в голову, точнее в лицо. Фатальный случай. Это спорт неожиданности. Тиа, этот спорт неожиданность. Спортмену требуется серьезные обследования. Его бережно уносит. Таким образом, поединок закончен. Да, поединок закончен. Прекрасный поединок. От тяжеловесов к легковесам. Девятый поединок. Оба из Амстердама. Слева Декман. Право Питер Хокман. Декман 17 лет, противнику 20 лет. Декман весит 68 килограмм коричневый пояс. Хокману 69 килограмм. Он тоже коричневый пояс. Опять мой рассказ. В 61-м году Жан Блю вернулся из Японии. У него было четвертый дан и Кау Кушин. Начинает распространяться в Европе. Он тренирует людей в Голландии, в Амстердаме. Здесь мы видим молодых спортсменов из этой школы. В 75-м году он стал мастером. 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 Ну вот, наконец, левый Мава-Закири. Вот ответный. Публика довольна. Красивый поединок. Преимущество Дейкмана. Хокман осторожничает. Дейкман! 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 Масо-Яма сказал, что Као-Кушин исходит из души. Об этом можно было бы не думать. Но сегодня на соревнованиях это видно очень хорошо. Дейкман победил в легком весе. У него впереди финальный поединок. Вот и десятый поединок. Да, десятый поединок. Тяжелый вес. Племензер из Копенгагена против голландца Кореншеренбергера. Кореншеренбергер 26 лет, 73 килограмма. Кореншеренберг 27 лет и вес его 82 килограмма. Достаточно жесткая борьба. Похоже, что Горену нелегко. Уреждена левая рука. Племензер нападает. Шаренберг защищается. Близко к завершению. Каждый стремится к активному нападению. Опять низкий удар. На него следует ответный. Вот опять низкий удар. Ну вот решение. Победил Флеменз. Да, der Sieg geht an Флемензер. Флеменз 10. победитель соревнований. Флемензер победил в соревновании. Теперь 11 поединок. Тяжелый вес. Нутка и Швейцарий Кук. Кук очень суровый борец. Флемензер победил в соревновании. Вроде удар слева. Нутка упал. Да, победил швейцарец. Публика аплодирует. 12 поединок. Мишель Ведель против Макса из Люксембурга. Он 90 килограмм, ему 24 года. Макса спокойнее и уверен. Маленькая Вебеля. Маленькая Вебеля. Ну, подождем. Судья останавливает. Да, борьба довольно скучная, но победил Гевель. А теперь легкий вес. Оба из Великобритании. Филлипс и Джонс. Удар Джонса. Опять удар, но похоже с травмой. А сейчас вернемся к истории Као Кушин. Центр буддизма развивался. Теперь уже на него обратил внимание христиане. Такая Маши. Они были уверены в индусских храмах соединения медитации и способов защиты. Потом он отправился в Китай с группой монахов и основал там центр буддизма. История гласит, что по дороге на него напали разбойники, но прекрасная сфилья медитации и техники защиты монахи одолели разбойников. А теперь посмотрим поединок. Хорошая атака и Джонс на ковре. Здесь, видимо, как Филлипс пытается использовать Узи Мараракири. И мы получаем некоторое удовольствие от поединка. Вот опять это Узири. Мавазакири. Хороший был удар. Короткий. Все. Да, бой окончен. Филлипс вышел в финал. Следующий поединок. Филлипс будет в финале bestreiten. Это было удивительно. Ты меня за правило unterbrochen, Андрей. Теперь Флемен против Кука. Что мы ждем от этого поединка? Это должен быть центральный поединок этих соревнований, так как здесь выступает два Асакау Кушинг каратэ. Но больше штанцев по всевидимости у Флеменца. Флеменц очень разносторонен. Атакует ударами. И многие удары достигают цели. Да, это верно. Видно мастерство того и другого. Оба ведут жесткую борьбу. У них легко получаются удары и приемы. И это делает привлекательнее их встречу. Это был удар Кока. Но Флеменц хорошо защищается. Это мастерство. Оба противника достойны друг друга. И мы знаем, что от них можно ожидать. По-моему, очевидно преимущество Флеменца. Но видно, что каждый уверен в себе. Вы можете заметить, что пока атаки не достигают цели, Кук провел Базакири. Я заговорил о том, что монахи прекрасно защищались от разбойников. Вернемся к нашей истории. Они использовали связь медитации, техники защиты. И называлось это Тау-Лень. А в наше время это одна из средновидностей бокса. На этом способе они создали комбинацию медитации и защищение. Один называется Тау-Лень. Сегодня это также темпо-бокс. 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 Вернемся к競е. Вернемся к競е. Вернемся к競е. Она была захватывающей. Победила Флеменц. Фук по-доброму принимает поражение. Следующий поединок. Старые знакомые. Мишель против Будди. Будди держит Мишеля на дистанции и использует свои короны и низкие удары. Удар левый уже три раза. Достаточно жестко. Осторожно. Техника нарушена. Будди должен напасть, но Геббель наносит низкий удар. Поединок продолжается. Геббель идет к своей победе. Да, вот левый удар и ток это правый удар теперь. Красивое выступление. Это борьба. Это борьба. Будет продолжение? Еще не знаю. Нет. Геббель не видит противника и совсем уверен в победе. А теперь мы рассмотрим финал легковесов. Эрик Констанция против Филлипса. Спокойное начало, но подождем. Все пока спокойно. Напомню, Эрик Констанция из Роттердама. Ему 19 лет, 67 килограмм и у него коричневый пояс. Он чемпион Голландии. Компион Голландии. Компион Голландии. Ну, мальчики. Ну, вот неудачный удар. Когда Филлипс снова пытается атаковать, Констанция удачно защищается. Филлипс, похоже, травмировал ногу. Теперь финал тяжеловесов. Jetzt sehen wir Michel Wedel und Flemming. Michel Gebel и Flemming, два больших Мастера. Хорошие атакты. Хорошие атакты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это истинное Кау-Кушин-Карате. Оба используют всё своё мастерство. АПЛОДИСМЕНТЫ Удар Уиси-Кири, который наносит Мишель, попадает Йенсену в голову. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Йенсен упал. Такова борьба. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тихо, КОНТЕ ИН ФИНАЛ ПАТРОЛИТ ГАНСО Тихо, 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 тихо Флемин выиграл Энсеном, Мишель Геббель из Голландии победитель. Итак, первое место Эрик Констанция, легкий вес, второе Филлипс из Великобритании, третье Эйнтром из Голландии. Тяжелый вес, Мишель Ведель из Голландии, второе место Флеминс Эйсен, третье место Эйнри Кук из Швейцарии. Новый чемпион Европы по Каукушин-Крате, Мишель Геббель. Его приветствуют 4000 зрителей. Мы говорим вам до свидания и благодарим вас за проявленный интерес.